друзья всем привет я насчет термостата вчера записал видео и у меня батарейка села я еще про термостат не сказал какой у меня там стоял вот он смотрите он получается заклинивший или вот в открытом положении заклинивший видно да из-за этого машина температуру не нагоняла или он клинил в закрытом положении ну закрытом положении у меня не клинил потому что у меня вообще температура не поднималась здесь стоит 82 градуса с цельсия там видимо не оригинал какой-то уже китайский видимо вот я поставил оригинальный думаю будет работать надеюсь на это и да друзья смотрите уже клею вот эти части получается пластик добавил здесь я еще вам не снял я здесь все заклеил вот видите стекловолокном получилось очень хорошо и здесь а вот вот эта грелка старая на ней гвозди взял гвозди грел и здесь точечки делал почему потому что здесь будем шпатлевать и чтобы держалась хорошо и плюс еще сверлом маленьким вот просверлили 4 отверстия чтобы сквозную шпатлевка зашла и как ну как держалась хорошо и да вот эту сторону я вам тоже забыл снять тоже здесь добавил пластик то же самое вот смотрите здесь получается вот этого не было и вот этой части тоже не было вот как видите все здесь я добавил то же самое стекловолокном вот смотрите друзья то же самое стекловолокно это же здесь просверлил много отверстий и видите нас нас насквозь шпатлевка насквозь прошла и будет держать сразу хорошо будет держаться это первый слой намазал шпатлевки будем шлифовать готовить но здесь осмотреть я линеечкой все вывел хорошо смотрите как положено думаю получилось хорошо напишите в комментариях если кому понравилось здесь а почему я уверен намного на сто процентов уверен что кто-то наступил здесь когда с машины вылазишь я вот когда на эту машину сел мне приходил как будто вот неудобно подножка находится чуть-чуть дальше и ты уже после европейца уже инстинктивно наступаешь на это хочешь наступить он сразу получается за дверью находится из-за этого кто-то видимо наступил и сломал это тоже я забыл перекрутить на нижний но ничего страшного перекрутим подкрасим и будет нам счастье потом все это дело как закончу друзья нужно приступать к покраске и да вот эти вот эту сторону не буду откручивать друзья здесь очень много чего надо откручивать прям на нем же заклею этот пластик прям на нем же заклею и будет нам счастье здесь просто вот здесь трещина все больше нигде нету все в отличном состоянии только та сторона ту сторону нужно только вот эта сторона друзья вот здесь к сожалению здесь кто-то цеплял а вот что-то может посмотрю может вот эту подножку сниму вот этот а прямо на нем же пластик не буду снимать просто вот эту подножку сниму и здесь буду уже попробовать клеить пока все пока оставим так ну здесь нормально все стоит на своем месте вот это тоже снял друзья это юбка да и ваш не называется здесь тоже много трещин было сейчас я вам покажу еще смотрите у меня течет друзья из печки печка салона антифриз капает я хочу этот этот вообще эту печку снять отсюда во она мне не нужна у меня есть сухой фен автономка так называемый так называемая автономка она хватает эту печку наверное сниму будет боль больше пространства для инструментов или для чего-то дим осталось в общем вот эту юбку заклеить и все приступаем подготовки уже шпатлевать красить как раз погода уже теплая хорошая погода будем теперь все это дело шпатлевать видно до стекла волокном все проклеено друзья вот здесь много трещин было этот видимо водительская сторона из-за этого самая плохая часть это вот эта часть но она уже готова к обработке обработаем сейчас шпатлевка и красить друзья я кстати забыл снять как я здесь все вот эти замки сделал всю грязь здесь отмыл вычистил и поставил к сожалению залу просто очень легко друзья смотрите я забыл вам показатель откручиваете откручиваете два болтика вот этих вытаскивается вот этот палец здесь стоит пружина ну вот этот палец в отличном состоянии получается он не защелкивался сейчас я вам вот эту сторону я наварил покажу как получилось друзья смотрите я вот наварил конечно получилось чуть колхозно но будет работать надо было еще наварить но я думаю на пока все вообще здесь ничего не было как видите уже что-то будет держать нормально вот сюда тоже новые пружины куплю и поставлю защелкивается отлично здесь больше больше радиус чем на той стороны на той стороне чем здесь я больше держишь потом когда время будет надо хорошенько наварить потом болгар очка и выпили что четко ровненько было но это тоже нормально будет работать будет будем сейчас ставить на место вот эти тросики тоже надо поменять друзья смотрите они в каком состоянии друзья всем привет в этом выпуске мы поговорим о 105 даффе 105 дафф который на котором я работал у него в дороге сломался теплообменник вот мы его еще раз сняли мы поменяли этот теплообменник и поставили вот этот китайский теплообменник за 85 что ли 1000 тенге мы поставили китайский теплообменник но к сожалению этот теплообменник не будет ездить нам сказали что всего лишь два рейса томский обратно сделаешь и он может полететь и мы приняли такое решение мы купили оригинальный теплообменник а этот оставим на запас этот полностью рабочий хорошем состоянии но новый мы в караганде его поставили и доехали до дома сейчас я вам покажу оригинальный теплообменник как он должен какой он должен быть здесь видите ничего не бирки ничего нет сейчас покажу оригинальный вот друзья оригинальный теплообменник даффа идет вместе с резинками сразу сразу же все вместе и идет все оригинал сейчас покажу его смотрите оригинал майдин германи вот получается вот германский 2020 года то же самое смотрите видно да здесь это лазером сделали бирки но это нам сказали что это оригинал и вы очень удивитесь друзья этот оригинал нам обошелся в алмате мы это все дело покупали нам обошелся вот это все дело 100000 тенге 100000 тенге это это нормально потому что я купил вот этот теплообменник китайский то же самое отдал за него 85 и плюс резинки оригинальные купил резинки кстати резинки отдельно покупал тоже гири немецкие германские и все это дело нам стало где-то 100000 тенге в дороге двойная цена получается вот такой китайский теплообменник в алмате получается на два раза дешевле ну я точно не знаю но мы у покупателя спрашивали говорят что вот этот китайский намного раз дешевле за 85 это нам очень дорого продали вот сняли мы теплообменник он получается снимается вместе с вот этой системой здесь идет два фильтра один масляный фильтр один как сепаратор вот так с этим блоком вместе снимается вот здесь теплообменник сам садится сейчас будем ремонтировать теплообменник и друзья насчет дафа ой насчет volvo vnl вот она стоит как видите отполировали диски вот только только что погода вот солнышко вышло погода начала теплеть уже два часа дня из-за этого вчера вечером снег пошел и холодно в общем ночью минус два минус три друзья из-за этого мы будем оставим все это делать чуть-чуть на потом пока займемся дафом будем ремонтировать европеец у нас очень много дел очень много чего надо ремонтировать друзья смотрите что у нас получается вот здесь вот у меня сейчас шпатлевка закончилась тоже надо за шпатлевка съездить вот здесь я добавил видно да как получилось смотрите оцените мы это дело уже не до конца все закончилось все это дело добиваем потом надо финиш на еще пройтись мы еще осталось работы тут смотрите вот здесь тоже вот здесь получается я добавлял ну получается нормально вот друзья вот здесь тоже вот эту полосу вывел точно ну я думаю получается и друзья насчет насчет вот этого вот этой юбки я заклеил вот своим старым методом как я клеил раньше берется вот такой паяльник вот такой паяльник и расплавляем плавим прямо до середины его плавим вот так вот так и клеим с двух сторон я так заклеил друзья думаю получилось еще еще лучше а здесь просто заклеил друзья здесь отверстие сделаю и будет стоять вот смотрите вот так ну конечно колхозно но пойдет будет держать самое главное что будет держать вот здесь смотрите как вот вот это все дело проклеили хорошо вот получается нормально но сожалению друзья погода мешает нам погода очень мешает все дело приготовим пройдемся полностью шкуркой все вот эти места где будем красить и оставим это дело на потом когда уже потеплеет ну говорят еще неделю холода будут потом уже будет теплеть хорошо будет погода хорошая будет надеемся на то что поскорее покрасим эту машину ну я конечно же хотел сперва покрасить может пыльца будет лететь сверху потом буду уже полировать надо сперва покрасить пока вот собираем вот эту машину всего понемногу как говорят закрутим сегодня хотим завести если успеем к нему я сниму еще видео набрали в тазик бензина где-то литров 15 наверное или 10 там ну 10 литров где-то и моем щеточками ножами ковыряем вот это все грязь вот эти резинки все выкинем новые вот эти другие поставим друзья вот смотрите взяли бензином все отмыли вычистили и отверстие прочистили вот смотрите все здесь чистенько стало теперь будем ставить новые резинки еще здесь вымали все друзья здесь масляные каналы есть а вот здесь вот антифриз ходит вот так отмыли после сборки отвезем двигатель на мойку пускай помоют двигатель вообще не мылся долгое время уже не мылся двигатель после поломки как видите когда антифриза здесь как как говорится много было и двигатель весь грязный стал надо все сейчас собрать и потом уже помыть вот друзья оригинальные смотрите это вот эти оригинальные мы их тоже сняли ну пускай на запас будет а вот это который стоял мы получается в дороге когда полка поломались друзья мы сняли только вот эту часть теплообменника было сложно но мы сняли сейчас получается полностью вот этот блок сняли чтобы внутренние резинки тоже поменять смотрите это масляная резинка она уже просевшая а это водяная она вообще квадратная а вот это масляная тоже хорошая ну мы все новое поставим будем собирать час друзья всем доброе утро сегодня уже второй день как мы делаем это эту машину поставили новый теплообменник закрутили все новые резинки поставили оригинальные друзья масляный фильтр мы купили новый пили мы этот фильтр за 6000 рублей турецкий фильтр но это и было есть еще оригинальный он стоит 12 тысяч деньги но мы поставим пока этот в систему все прогоним посмотрим масло не будет кидать масло но мы еще потом хотим масло может заменим посмотрим ну пока вот этот фильтр поставим друзья всем доброе утро вот как видите у нас снег идет минус 2 градуса и наша работа стала друзья всем спасибо кто подписался на наш канал всем огромное спасибо комментируйте подсказываете очень благодарен вам